Ещё раз добрый день, уважаемые телезрители канала Дождь. Меня зовут Михаил Козырев. Я с вами провожу здесь выходные. Моя любимая часть программы наступила. Сейчас у нас в эфире будет живая музыка. И мы с вами узнаем всё практически, что содержится вот на этой пластинке. Она называется «Женщины и дети». Сейчас у нас будет неспешный рассказ и про улицу Миклуха Маклая, и про то, как она в Америке, и про лётчика, и, конечно, про самую красивую девушку в мире. У нас в прямом эфире играет группа «Ундервуд». Субтитры создавал DimaTorzok А пилот, а что пилот? Пилоту неба родины, как мёд. Лётчик, 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 пусть не пополочит, как из них не вырваться в дух. Сколько ты уже намотал на память часов и минут. Лётчик, 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 дай жене платочек, чтобы не намокли глаза. Ты же всё один, летаешь между строчек, а ей что сказать? Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, по небу летит самолёт. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, по небу летит самолёт. А пилот, а что пилот? Пилоту неба родины, как мёд. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, по небу летит самолёт. Вот-вот-вот-вот-вот-вот, по небу летит самолёт. А пилот, а что пилот? Пилоту неба родины, как мёд. Пилоту неба родины, как мёд. Русалки топ-лес, деньги минус. 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 Но справить можно, мы расскажем сами. Лето, лето, воровали мы у Крыма. Лето, лето, от медскора и до клина развозили. Лето в желтых чемоданах раздарили. Лето в солнечных Панамах. Русалки-тапляс, деньги-минус, лето-алец, лето-алец. Русалки-тапляс, деньги-минус, лето-алец, лето-алец. Русалки-тапляс, деньги-минус, лето-алец. Русалки-тапляс, деньги-минус, лето-алец. Плещет, плещет море в желтом чемодане. Прыгают дельфин, слабствуют пираньи. Лето, лето, сложат звезды в амулеты. Лето, лето, мы конкретно не одеты. Жарит лето, свой шашлык из перегримов. Лето, лето, воровали мы у Крыма. Лето, 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 воровали мы у Крыма. Лето, лето, от мескора и до крыла. Развозили лето в желтых чемоданах. Развозили лето в солнечных Панамах. Русалки-тапляс, деньги-минус, лето-алец. 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 Я пробовал все, цепуту и небесную манну. Я твой древний Рим, труба-шатон и твой Вавилон. И мне психонавту, свободу своим капитану. Известна судьба всех земных и небесных племен. Я в каменном береге, топором себе сделал карьеру. Я носил серьги во внутреннем ухе и кольца Сатурна в пупке. Я опасен асавра, я в джунглях работал пантерой. Я с жизнью своею висел на одном волоске. Но я не знаю, где улица Меклуха Маклая. Это же не тайна, а я могу случайно что-то и не знать. Скажи мне на ухо, где улица Маклая Меклуха. Я не куклу буду, и знать теперь я буду, где тебя искать. Ведел первых людей, пепетона из райского сада. Он говорил, как трудно быть чертом, когда остаешься один. Он дал им свинк, а не ему яблочный сок вместо яда. Лепите друг друга, сказал им святой пластилин. Я снимаю кино на камеру третьего глаза. Я солю море по вкусу и лью чудеса в решеток. Жизнь умнее меня, оттого я так не привязан. Меняется все в ней, и меняется только мне и то. Что я не знаю, где улица Меклуха Маклая. Это же не тайна, а я могу случайно что-то и не знать. Скажи мне на ухо, где улица Маклая Меклуха. Я не куклу буду, и знать теперь я буду, где тебя искать. Но я не знаю, где улица Меклуха Маклая. Это же не тайна, а я могу случайно что-то и не знать. Скажи мне на ухо, где улица Маклая Меклуха. Я не куклу буду, и знать теперь я буду, где тебя искать. Субтитры подогнал «Симон» В джазе только девушки в джазе Из белого дома белые розы отправлены в Кремль Носят стрекозы красные розы из Кремля в Белый дом Поэт по фамилии Пушкин умрет от сверхдозы В газетах напишут, что с Эдгаром По он стрелялся вдвоем Над Балтимором кружит ворон, над Таганкой кружит ворон Тихо спят ракеты класса воздух и земля, земля Но кровь Микки Маусу льется на снег Кровь Микки Маусу живет в моем сердце Я люблю Америку и Америка любит Когда в джазе только девушки в джазе Только девушки в джазе Из белого дома черные списки отправлены в Кремль Рисуют пиписки наши радистки из Кремля в Белый дом Я не знал, Микки Маусу близко пару раз пили виски Говорят, что замучен в Сибири такой вот облом Над Балтимором кружит ворон над Таганкой Кружит ворон, тихо спят ракеты класса воздух и земля, земля Но кровь Микки Маусу льется на снег Кровь Микки Маусу живет в моем сердце Я люблю Америку и Америка любит меня Я люблю Америку и Америка любит меня Я люблю Америку и Америка любит В джазе только девушки 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 в жазе Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень мне нравится вот эта песня У нас в студии дает в прямом эфире концерт группы Underwood Я хотел просто выяснить нюансы вашего костюма, Максим Откуда шляпа, что за бусы, что это все дело в шляпе Во многих странах собирал DimaTorzok Мы люди DimaTorzok Мне просто мне рисовалась картинка, как в отдаленном каком-нибудь квартале в Тихуане ты забредаешь в какой-нибудь случайный магазин одежды и там вдруг видишь такие штаны и думаешь, вот же в чем мне нужно выступать. На самом деле все реальнее и прозаичнее. Я хотел выяснить, кому пришла идея снимать такой клип на песню «Самая красивая девушка в мире». Потому что клип вызывает у меня много вопросов, гораздо больше, чем сама песня. Вы знаете. Ну, не у тебя одного. Ну, что же тебе сказать. Это ваш давний соратник Паша. Вы понимаете, это Паша Руминов, наш старый друг и соратник, да, снял. Дело в том, что не все в этой студии являются фанатами «Металлики». Ну, ну, нет, давайте оставим даже. Ты предлагаешь оставить тему и как бы вернуться. Нет, нет, я оставлю аналогии. Я как раз хочу сказать, что песня носит такой характер, такой светлый. Грусти. Какой-то, какой-то затаенной тоски и печали. А клип... Оптимистическое порно. Клип не очень оптимистическое, но, безусловно, безусловно... Иногда, Миша, иногда надо играть на контрастах, мне кажется. Вот, поверь, что нам совершенно несложно было снять какое-то слезливо, сопливое, ласковое видео. Без какой-то... Без какого-то социального расщепления. Ну, нам в какой-то момент захотелось эксперимента. Мы в этот эксперимент шагнули обеими ногами. Вот. И получился, конечно, фильм о женщине трудной судьбы и легкого поведения. Это хорошая формулировка, но вы... Когда он предложил такую идею, у вас реакция сразу была такая... О, точно, давайте делаем. Или вы сомневались? Ты знаешь, как-то это выросло вообще из разговоров наших с ним. То есть это не то, чтобы мне Паша предложил, или мы... Просто как-то это родилось вот синхронно. Ну, и какие отклики вы получаете в результате? В основном... Гендерный раскол. Гендерный именно. Ну, типа, женщины говорят, что это отвратительно, а мужчины говорят, ничего. Я, кстати, посмотрел там 80 тысяч уже просмотров в Ютьюбе, значит, смотрят мужички. Не только, я думаю, что... Главное, чтобы дети не сразу смотрели, подросли. Мы сейчас продолжим разговор с группой Underwood. После короткой паузы не отключайтесь, и музыка еще тоже будет.